Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проектном суде изменения. Теперь судьбу обвиняемого решают 13 независимых присяжных телезрителей, а участники выступают в качестве свидетелей. Последний раз опять слушалось дело, о Глебе Жемчугове. Глеба отправили на трое суток в изолятор за неравновешенное поведение по отношению к супруге. Ольга Жемчугова пишет, «Сегодня мужа снова посадили на трое суток. Я с этим решением категорически не согласна. Да, мы в ссоре, но это только может все усугубить». Татьяна Африкантова оправдывается за неприличный снимок. «Фото, которое ходит по всем группам, меня пугает. Но не тем, что я сделала, а в отношении тех людей, которые выставили меня одну и не упоминали, что в конкурсе участвовали еще 10 человек. Они умышленно о них не сообщили. Несмотря на возраст, мое причинное место обсуждается, а значит, оно самое лучшее». Как вы помните, на проекте состоялась пенная вечеринка, на которой проводился конкурс на лучшую попку. Татьяна Владимировна тоже принимала в нем участие. Правда, она была не в купальнике, поэтому ей пришлось задирать подол платья. Ходят слухи, что это Андрей Черкасов выложил пикантные снимки Татьяны Владимировны. Таким образом, он отомстил женщине за то, что она придиралась к его девушке, Стелли Монасыповой. Африкантову-старшую поддерживают многие. Вот некоторые комментарии. «Татьяна молодец, всем бы так выглядеть в ее возрасте. Мужа и дочь все устраивает, это главное. Она в купальнике на острове бегала, никто не приглядывался». К Ивану Барзикову, который расстался с Мариной Африкантовой, потому что она не хотела торопиться с заселением. Может прийти на проект девушка с пенной вечеринки. Мама Марины рассказывает, Иван буквально висел на гости. Затем Иван отвел ее дальше от камер и через некоторое время «женился» в кавычках. Ване нужен секс, он парень молодой и ему надо справлять нужду. У Вани и на проекте тоже есть поклонницы. Он очень нравится Даша Сухорученко и Майя Донцовой. Как вы помните, Кристина Лесковец и Федя Стрелков уже вернулись на поляну с Сейшел. На смену ребятам на Сейшелы вылетают Настя Волынец и Богдан Бобрик. Элла Суханова решила отказаться от дальнейшего участия в конкурсе «Человек-года» ради участия своего супруга, так как все ее голоса перейдут ему. Таким образом, Элла надеется, что у Игоря появится шанс на победу. В следующем этапе конкурса «Человек-года» ребята будут петь народные песни. Марина Африкантова споет еврейскую песню «Хаванагила», причем на иврите. На лобном поднялся вопрос о том, что Костя Иванов не платит алименты своей бывшей супруге. Он стал все отрицать и, чтобы доказать свою невиновность, показал телефон со сканами. На них было четко видно, что последние 4 месяца Костя отправлял по 20 тысяч рублей своей бывшей супруге. Но зоркий глаз ведущего Влада Кадони заметил, что там есть сообщение о том, что Иванов перевел какой-то Инессе в 150 тысяч рублей. А Саша Гузиас уже несколько месяцев не может выбросить у Кости золотое колечко. Он ей покупает только кроликов. По словам продюсера проекта Алексея Михайловского, Егор Халявин на проект не вернется. Это были только слухи. Правда, в свое время он точно так же отвечал на вопросы о возможном возвращении Ильи Ябарова. Ксения Бородина похвасталась тем, что в паре с Ольгой Бузовой она стала ведущей нового шоу. Скоро на канале ТНТ должна появиться новая программа, которая будет называться Инстаграм. В каком формате будет выходить передача, пока неизвестно. Ходят слухи, что основной целью программы будет сравнение фотографий звезд в этой соцсети с реальными персонажами с целью отыскать какие-либо забавные несоответствия. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.